Вот как он выглядит, он точно бы зашел за пастора, и мы иногда его по-дружески, по-приятельски, по-свойски иногда называем святой. Мы просто говорим, где этот святой Евгений Нагиев? Человек с очень большим сердцем, с очень большим профессионализмом, наш друг нашей команды, очень крутой партнер в нашем бизнесе, профессионал своего дела, генеральный председатель совета директоров, Душа Global Intellect Service, Евгений Нагиев. Аплодисменты! Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые наши гости, клиенты, партнеры, все те, кто сейчас здесь есть. Спасибо огромное, спасибо вам за вашу поддержку, каждого выступающего, всех тех, кто получает здесь номинации, награды. И я сразу начну со своего выступления. Буквально недавно я принял решение, достаточно такое для себя серьезное решение, что все то, что было достигнуто до сегодняшнего дня, это все пол. Это пол, от которого нужно двигаться дальше. И сейчас я с вами хочу поговорить, вне зависимости от того, сколько лет присутствующему здесь гостю, участнику, 20, 30, 40, 50, 60, об одной стратегии, которой, к сожалению, нас не учили и не особо учат в жизни. Но именно из-за этой стратегии ее использование или неиспользование люди либо достигают, либо не достигают экстраординарных результатов жизни. Экстраординарное будущее. И поскольку у меня есть картинка вот этого экстраординарного будущего, я хочу сейчас с вами поднять очень важный вопрос. И когда я буду сейчас об этом говорить, посмотрите, где вы себя видите. Это достаточно такой серьезный вопрос с точки зрения вообще того, что я создаю в жизни с точки зрения величины, масштаба вообще результатов. Поехали. Стратегия максимальных достижений за минимальное время. Одна конкретная стратегия. У каждого из нас есть мечты. И представьте себе, что мечты – это пункты назначения, разбросанные по огромному континенту. И к ним ведут дороги. И самые великие желанные мечты обычно отделены от нас наибольшими расстояниями. И многие из нас, став взрослыми и поняв, насколько далеко эти мечты, даже не решаются пуститься в путь, не говоря уже о том, чтобы вообще пройти этот путь до конца. И давайте для начала посмотрим, как разные типы людей двигаются к своим целям. И представьте себе, что если эта цель – это пункт назначения, и есть путь, некая дорога, есть первая категория людей, плывущие по течению. Когда человек, особо не утруждаясь изменениями себя, он просто идет по этому пути. Вот представьте, в какой обуви он был, в то и пошел. В чем он был, в том он и пошел. Не работая, к примеру, над собой. Есть другая категория людей. Эти люди называются целеустремленные. Это человек, который видит цель, который понимает, что нужна другая экипировка, нужна другая обувь. И он готов и бежит по этому пути. Но он готов бежать на короткую дистанцию. И если через короткий промежуток времени, через короткую дистанцию не будет достигнута цель, возможно, он не будет дальше бежать. А есть люди успешные, которые также работают над собой. Они меняют обувь, они меняются сами. И они готовы бежать, только они готовы бежать длинную дистанцию. Это марафонцы. Это люди, которые обладают терпением, выносливостью. То есть верой в долгосрочном таком периоде. Не кратковременной верой. Сегодня я верю, а завтра я не верю. Я верю с сегодняшнего дня. И каждый день. То, о чем говорила как раз Катя. И вот сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на четвертую категорию людей. Которая, вот с точки зрения картинки, это не вписывается в привычное такое стереотипное восприятие мира. Сверхуспешные люди. А они вообще не бегут. Они едут. Только они едут на скоростном автомобиле. Представьте, то есть если до этого человек думает, мне нужно быть спортсменом. То четвертая категория людей, он едет на спортивном автомобиле. Спортивный купе. И вот этот спортивный автомобиль, спортивный купе. К примеру, допустим, это Бетли. GT Continental. Я помню поездку, первую поездку, мы с супругой поехали в компанию Global Intellect Service, Dubai Coach Session, когда мы, соответственно, взяли машину. И на этой машине и многие партнеры взяли каждую свою любимую машину и катались. Делали такой автопробег. Это было увлекательнейшее путешествие. И вот представьте себе, что этот автомобиль, это 12 стратегий у человека. То есть это образное представление комплекса стратегий. Автомобиль, который выдает 635 лошадиных сил, способен набирать скорость 333 км в час. Но в этом комплексе есть одна стратегия, из-за которой весь этот автомобиль может не работать и не реализовывать ту мощность, которая в нем есть. Какая польза от Бентли или от любого другого спортивного купе, если у него включается только первая скорость? Вместо 300 км в час ты садишься в шикарный автомобиль и едешь 15 км в час. Можно легкой трусцой бежать с такой скоростью. Пользы особой в этом нет. И вот стратегия эффективного партнерства выполняет роль коробки передач в этом автомобиле. И я хочу с вами сейчас об этом поговорить. О стратегии эффективного партнерства. Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Знаете ли вы этих людей? Генри Флеглер, Моррис Кларк, Гарри Сони Борн. Может быть, кто-то знает этих людей? Нет? Тогда давайте по-другому. Без Морриса Кларка и Генри Флеглера, Джона Рокфеллера, о котором сегодня уже говорили, Саша как раз вспоминал его фразу. Джон Рокфеллер не создал бы компанию Standard Oil. Компанию, сделавшую его богатейшим человеком на планете. И один из них вообще в принципе начинал бизнес с Джоном Рокфеллером, а второй ввел Джона Рокфеллера в нефтяную индустрию. Без Гарри Сони Борна мечта Рея Крока о тысячах ресторанах McDonald's, она на каждом углу, она бы погибла в зародыше. Потому что, да, Рей Крок основал свою корпорацию McDonald's, да, он продал франшизу, он продал 18 франшиз, но он перебивался с копейки на копейку. И та идея, которую ему подсказал Гарри Сони Борн, изменила вообще результаты Рея Крока. И вместе они реализовали это эффективное партнерство. Поэтому без эффективного партнерства невозможно достичь экстраординарного успеха ни в какой области. И сейчас передо мной как-то Саша рассказывал про команду, про то, что необходимо строить команду. Так вот эффективное партнерство это кирпичик, из которого, или можно сказать так, цемент, которым соединяются кирпичики в виде конкретных людей. И если нет этого цемента, то тогда сложно построить ту самую команду. И каждая осуществленная великая мечта, вот это очень важное для меня в свое время такое было откровение, каждая осуществленная великая мечта была реализована благодаря эффективному партнерству. На сегодняшний день я много литературе перекопал. Я не знаю ни одного исторического примера. Я посмотрел, что говорят об этом специалисты, где человек в одиночку один реализовал какую-то, достиг великой цели, реализовал экстраординарное будущее. За всем за этим всегда стоит эффективное партнерство. Возможно, эти люди не на виду, но они всегда есть. Они есть в нашей компании, они есть за каждым куратором, они есть везде и вне сообщества ГИС. И что такое эффективное партнерство? В чем главная проблема? Проблема в том, что больше 90% людей об этом не думают. Второе, это еще больше процентов людей не знают, как это делать. 99% людей не имеют опыта этого эффективного партнерства. Нас где-то этому учили. И именно поэтому люди боятся вступать в партнерство. И давайте посмотрим дальше. Кто такой партнер? Я буду быстро ускоряться, чтобы успеть дать тот материал, который мне хочется поделиться. И это будет часть из того, что на самом деле мы дальше будем обсуждать с партнерами. Итак, партнер, как вчера вы видели, признание. Партнер, это может быть компания, это может быть человек, а может быть команда людей, как вчера признавали партнера года, высший лидерский совет, которых вы можете привлечь себе в помощь для выполнения определенных задач, который необходим вам для достижения вашей цели. И основное внимание я сейчас хочу уделить двум группам людей. Это в первую очередь наставники и это бизнес-партнеры. Я не буду говорить сейчас о помощниках, о консультантах, о других категориях людей. Наставники и бизнес-партнеры. Наставничество это вообще отдельная тема, мы сейчас не будем ее сильно затрагивать. Мне очень повезло и везет на наставников по жизни. Я знаю, что много людей быстро двигаются благодаря взаимодействию с наставниками. И, конечно же, бизнес-партнеры. И эффективное партнерство включает в себя последовательное выполнение четырех действий. Давайте посмотрим, что это за действия. Первое. Это, собственно говоря, нужно определить тип партнера, который необходим в данной ситуации. Кто мне нужен? А для того, чтобы понять, кто мне нужен, нужно сначала с собой разобраться, кто я такой. Второе. Надо искать поиск подходящих людей, которые относятся к этой категории. Третье. Привлекать. То есть делать предложение, что иногда у нас человек не решается сделать в жизни, не решается сделать в нашей партнерской программе. Привлечение нужного человека, подходящего человека нужным предложением. И вы знаете, есть четвертый пункт. Четвертый, которому не всегда уделяется должное внимание. Когда я слышу, подключи партнеров, подключи столько, больше, меньше, я всегда думаю, а понимает ли человек, которому идет обращение, что нужно не просто подключить, а выстроить с ним эффективное партнерство? Потому что за этим компонентом стоит результат всех трех предыдущих. То есть эффективное использование его услуг для достижения определенного результата. Давайте я быстренько покажу. Отношение к партнерству вот этих четырех типов людей, плывущие по течению, целеустремленные, успешные и сверхуспешные. Плывущие по течению делают все, что возможно сами. Особой необходимости у этих людей в партнерах нет, потому что и целей-то как таковых нет. Я просто иду по дороге, как говорится, куда глаза глядят, и куда-нибудь я приду. Целеустремленные, это трудолюбивые, усердные люди. При этом они ошибочно считают, что чтобы что-то получить, нужно просто больше стараться. Просто нужно больше делать. Нужно быть более трудолюбивым, нужно быть более усердным. Но однажды я услышал очень сильную фразу. Если ты будешь только усердным, еще более усердным, еще более усердным, еще больше трудиться и так далее, ты ускоряешь движение к одному финишу, который, вы знаете, как называется. Но это не значит, что там будут большие достижения. И преследуют эти цели человек в одиночку или с минимальным неэффективным партнерством. Успешные люди, они ставят перед собой такие цели, которые возможно достичь, без эффективного партнерства. И одновременно периодически привлекают партнеров. Но большая проблема у этих людей, они рассматривают любое привлечение партнера, это как слабость, нежели силу. Если я к кому-то подхожу и предлагаю или прошу, это значит, я слаб. И вот этот неконструктивный диалог мешает. Давайте посмотрим сверху успешное. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту четвертую категорию, чтобы вы взяли из нее все то, что вам откликается. Эти люди ставят перед собой экстраординарные цели, которых просто в принципе невозможно достичь без стратегических партнеров. Партнерство для них это жизненно важный элемент уже на начальной стадии. И эффективное сотрудничество это самая мощная стратегия для этих людей. Это становится их второй натурой. Партнерство со своими детьми. Когда ты описал в своих, скажем так, в своих записях, что я желаю, чтобы у меня с сыном были другие отношения, более продуктивные. Партнерство со своими родителями, восприятие их как наставников. То есть это партнерство может быть во всех смыслах и во всех сферах жизни. Оно может быть гораздо более продуктивным, но иногда мы не вступаем в отношения или ставим четкую границу, потому что мы боимся. Есть один из потрясающих преимуществ эффективного партнерства. Я точно не назову всех, и я назову только три. Первое. Это самый быстрый и рациональный способ преодоления недостатков квалификации. Об этом сейчас говорил Александр. Зачем быть специалистом во всем? Надо уметь выстраивать отношения. Второе. Это самый простой и эффективный способ снятия ограничений с лимитированных ресурсов. Время. Это необратимый такой процесс. Его не вернешь спять. И в 24 часа сутки ты не расширишь один. Но мы можем это время увеличить благодаря эффективному партнерству. Таланты, способности. Мы можем приобрести таланты, не обязательно в себе их взращивая все. Мы можем благодаря эффективному партнерству. Финансы, деньги, люди, это все тоже благодаря эффективному партнерству. Но когда человек говорит, у меня нет этого, нет этого, нет этого, иногда ему даже не приходит мысль, что все это можно получить благодаря эффективному партнерству. Третье. Эффективное партнерство экспоненциально повышает уровень успеха. Я не буду сейчас вас мучить арифметикой, но я просто хочу, чтобы вы запомнили и потом дома посмотрели, в чем разница между арифметической прогрессией, геометрической прогрессией и экспоненциальным ростом. В свое время это было положено в основу создания и понимания ценности такой глобальной сетки, как интернет. И если представьте себе, что ты как человек делаешь результат стоимостью 10 долларов в США, и тебе этого не хватает, тебе нужно больше, ты можешь пойти и еще найти 9 долларов. Две цифры, 10 и 9. И тогда это будет 19 долларов. Но можно научить партнеров, можно договориться с людьми, передать им опыт или объединиться с людьми, которые делают тоже 10 долларов в единицу времени. И 9 человек по 10 долларов, это будет 90 долларов. А можно еще по-другому. Можно создать такую систему, когда мы делаем единые действия, когда мы связаны друг с другом, как некая горизонтальная сетка, у нас равные возможности, равные права. И тогда стоимость этой сетки, где 9 человек делают результат по единой технологии, которые коммуницируют друг с другом, нет одного ярко выраженного там руководителя, начальника, подчиненных, тогда это экспоненциальный рост. 10 в девятой степени миллиард. И я сейчас думаю, как это сделать, кто мне, к примеру, допустим, нужен. Потому что от того, как мы сложим эти кубики, совершенно разный результат может быть в семье, с родителями, с детьми, с друзьями, с партнерами в партнерском сообществе. Все-таки у нас партнерская программа, компания Global Intellect Service. И быстренько я приведу исторический кейс эффективного и неэффективного партнерства. Третий мультимиллиардер, о котором я говорю, первый это Джон Рокфеллер, это Рэй Крок, Генри Форд. У него есть два ярких примера. Неэффективного и эффективного партнерства. Генри Форд очень много поменял вообще в индустрии, и много чего появилось в жизни благодаря его инновациям, не только связанным с автомобилем. Так вот, в свое время он работал инженером в компании Edison Ablination Company. Компания, которая занималась исключительно электричеством. А у него была тема, у него была идея двигателя внутреннего сгорания. И сам Томас Эдисон благословил его в самостоятельное плавание, сказал, хотя многие смеялись, коллеги, он сказал, это достойно самостоятельного пути. И Генри Форд вышел в самостоятельный путь. Ему сделали предложение. Ему сделали предложение о стратегическом партнерстве, и он стал соучредителем и генеральным директором компании Detroit Automobile Company в 1899 году. Но из-за невыполнения четвертого пункта, это эффективного использования услуг партнера. То есть партнерство-то он вступил. Через четыре года эта компания разорилась. Не было произведено ни одного автомобиля. Ничего. Почему? Потому что не слушали Генри Форда. Ему сказали, должны быть качественные машины. А он сказал, а мне сначала хочется, чтобы они были доступные, и затем качественные. Не было единой политики. Поэтому потом, когда он реализовал компанию и вступил в стратегическое партнерство с другими людьми, это была компания Ford Motor Company. Через несколько лет фактически каждая вторая машина в мире, это была машина марки Ford. При том, что только в Америке было 250 конкурентов. Вопрос не в конкурентах. Я пролистаю эти слайды. Я думаю, что вы поняли, что происходило у Генри Форда в результате неэффективного партнерства и в результате эффективного партнерства. В результате эффективного партнерства Генри Форд вышел на результат тысячи автомобилей в день, когда многие компании не производили 300-500 в год. Соответственно, есть четыре важных фактора, о которых я хочу сказать для обеспечения, точнее, я просто их обозначу, мы не будем сейчас их раскрывать, для обеспечения внимания долгосрочного результата эффективного партнерства. Разовые, моментные отношения – это не то, что называется эффективное партнерство. Долгосрочное эффективное партнерство во всех смыслах жизни. И о них мы поговорим на отдельном обучении. Я только скажу, есть шикарный кейс компании, название которой вы знаете. Если бы эта компания реализовала четвертый пункт, не было бы ни Macintosh, ни Windows, ни American Online, которая владела половиной интернета, а были бы патенты только этой компании. Она не реализовала четвертый пункт, как раз четвертую стратегию эффективного партнерства. Я хочу в качестве резюме подвести к стратегиям и советам по выбору нужных партнеров. Мы с вами в партнерском сообществе. У нас есть понимание и задача, что большой результат мы можем сделать, только создав партнерскую свою организацию. И есть конкретные стратегии и советы. Итак, быстренько. Первое. Начать нужно с себя. Нужно проанализировать свои достоинства и недостатки и четко понимать, что у меня сильно, что у меня слабо. И именно исходя из этого определить, какие я хочу видеть в своем партнере таланты, способности, достоинства, которые будут компенсировать мои слабые стороны. Каждый из нас уникален. И тогда мы собираемся, как пазлики, и из этих пазликов цельная картина. Третье. Ищите человека, который разделяет ваши мечты и ваши взгляды на цели и перспективы бизнеса. А раз ты ищешь такого человека, значит, нужно осмеливаться и говорить о своих мечтах. Четвертое. Я ускоряюсь. Изучите характер и моральные качества своего потенциального партнера. Потому что у него могут быть те таланты, которые вам нужны, но может быть система ценностей не та, которая вам откликается. Обратите внимание на пятый пункт. Ищите партнера, который всецело предан вашей мечте и ее успешной реализации. То есть этот партнер, это человек, которому не просто откликается то, куда вы идете. Он готов в это вовлечься, он предан и он верит, что это достижимо. И шестой пункт. Нужно обращать внимание, оптимист или пессимист. С пессимистами в принципе не получается эффективного партнерства. Это постоянная токсичность, которая вот то, о чем говорила Катя. Очень умное слово она сказала, я не буду его повторять. Боюсь ошибиться. И седьмое. Смотрите больше на природные склонности. Таланты человека проявлены в действиях, в личных результатах. Не на его словесные заявления. И заканчивая свое выступление, я хочу сказать следующее. Что когда сейчас мы знаем, что два партнера в месяц, это уровень пол. Это вообще пол. Вот это уровень нормы. Это то, что в принципе должен уметь делать каждый партнер. А можно и четыре, и шесть, и восемь не бояться этих отношений. И это самая мощная сила, которую можно использовать в своей личной и персональной жизни. Не только в ГИС, вообще везде. Поэтому призыв один. Находите, привлекайте партнеров. И эффективно сотрудничайте с ними для достижения ваших экстраординарных целей. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.